Пам-пам Извините, я просто делаю лицо для превью видео. Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили за последнее время. Начнем с цитаты недели. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сказала Если мы возьмем суммарный экономический ущерб только от смертности из-за болезни системы кровообращения, он составляет 1 триллион рублей. Или 3% ВВП. Это же волшебно. Заместитель министра здравоохранения. Не то, чтобы у нас много людей умирало из-за проблем с сердцем. Это все фигня. А вот 3% ВВП это то, что нас действительно волнует. В ВВП очень не любят терять проценты. Еще в этом году собираются провести профилактический медосмотр у 45 миллионов россиян. То есть практически треть страны. Наверное потом скажут, что они заботились не о том, чтобы меньше людей умирало, чтобы они были здоровыми. Нет, это все проходит в рамках программы по минимизации убытков, сокращению финансовых потерь. Короче, государство с человеческим лицом. Надо меньше политики, это вся грязь какая-то. Давайте поговорим о чем-нибудь, что не такое спорное. О религии. Первое чтение в Госдуме успешно преодолел закон, который вводит уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан, за осквернение мест почитания. Я о нем уже подробно рассказывал в одном из предыдущих выпусков. До 5 лет тюрьмы за оскорбление чувств верующих. Видимо, чтобы было время подумать над своим поведением. Это неловкое чувство, когда у тебя есть закон, который охраняет чувства верующих. Но нигде не написано, что эти чувства из себя представляют. Господи, какой тупой закон. Так, ты оскорбил мои чувства. Что? Как? Ну, а ты сказал Господи, и то... Так, короче, это мои чувства, и я уж точно знаю, что ты их оскорбил. С другой стороны, в словосочетании чувства верующих есть еще и второе слово. Верующие. Видимо, нужна будет специальная комиссия, которая будет проверять действительно человек, чьи чувства были оскорблены и является верующим. То есть, соблюдает ли он пост, ходит ли в церковь, знает ли наизусть основной состав сборной святых. А то вдруг он только симулирует воцерковленность ради своих корыстных целей. В связи с повышенной религиозной активностью в стране, там, борьба с пусера и прочее Милоновщина, очень интересно наблюдать за другим трендом. Оказывается, что очень легко выделиться на фоне этого безумия и обернуть себе в плюс. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Камолова подготовила правки в закон о свободе совести и религиозных объединениях. Правки эти служат для того, чтобы защищать чувства атеистов, точнее их убеждения. Чтобы на предприятиях насильно не сгоняли людей на разные околоцерковные церемонии, и чтобы атеистам не запрещали распространять их взгляды. Короче, абсолютно симметричный ответ на закон о защите чувств верующих. В итоге выходит, что если оба закона пройдут, то баланс сил как бы сохранится, но все будут просто друг на друга в суд подавать. Ведь если кто-то подаст суд на меня за то, что я сказал, что Бога нет, а его нет, то сам закон и судебный процесс оскорбит мои атеистические чувства, и я подам встречный иск. Но у этого закона есть преимущество, потому что неверующих очень легко проверить на атеизм. Бог есть? Нет. Отлично, тест пройден, и я подаю на вас суд. Ес! Что? Но я верующий, а вы только что оскорбили мои чувства, усомнившиваясь в существовании Бога. Нужно будет вести специальный дозор, который будет штрафы всем выписывать, как ДПСники. Ляпнул человек что-то некрасивое про Бога или про Дарвина, и все, лови штраф под дворник. Еще и дворники с собой носить придется. Одни неудобства. Это все на сегодня, с вами был Руслан Усачев, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, если не вступите, то вполне возможно вы попадете под действие закона об оскорблении чувств видеоблогеров. Пам-пам!